Псково-Печерский монастырь На обратном пути из Пюхтиц мы посещали не раз Псково-Печерский мужской монастырь. Он сохранился так же, как и Пюхтицы, потому что территория его в годы советской власти принадлежала Эстонии. В этой обители было что посмотреть и чему порадоваться. И расположение монастыря в глубоком овраге, и архитектура XIV века, мощные башни, стены, храмы – все это вызывало у нас восторг. Все внушало уважение к старине. Наместник, архимандрит Алипий, встречал нас всегда с любовью, водил по саду, расположенному над крышей храма, сидел с нами в зеленой беседке и рассказывал историю монастыря, его возникновения, его судьбу во времена Ивана Грозного, жизнь подвижников-монахов, чудеса у их гробниц. После бесед с отцом Алипием уже по-другому воспринимаешь кровавую дорогу. Находясь в этом узком коридоре, круто спускающимся вниз, кажется, что слышишь конский топот, лязг оружия опричников, видишь монаха в черном, несущего перед собою свою отрубленную грозным голову. Глаза сами ищут среди каменной мостовой следы крови святого Корнили. КОНЕЦ Большое впечатление произвела на всех экскурсия по подземным пещерам. В полутне, со свечами в руках, ощущая сильный холод, мы медленно продвигались среди могил, слушая о подвигах похороненных в пещерах монахов. Ребята скоблили пальцами стены пещер, набивали карманы песком, чтобы привезти его домой, как реликвий. Ребята скоблили пальцами стены пещер, набивали карманы песком, как реликвий. Мы были за обедней в Михайловском храме, расположенном высоко над оврагом. Народу здесь было везде очень много. Серафим подолгу держал на руках Федюшку, чтобы ему было все кругом видно. Тепло прощаясь с нами, он одарил каждого из детей. А меня отец Олипий как бы в шутку спросил. Ну, одного-то из трех нам оставите? Пока нет, малы еще, ответили мы. Тепло прощаясь с нами, он одарил каждого из детей. Тепло прощаясь с нами, он одарил каждого из детей. Тепло прощаясь с нами, он одарил каждого из детей. Тепло прощаясь с нами, он одарил каждого из детей.